Что нам понадобится для изельца домашнего? Вот такие две у меня прекрасные рульки. В общем, готовлю я сегодня нон-стоп. Пока у меня молоко стоит на плите, я жду пока закипит, беру я манку. Когда раньше был дефицит, молоко брали в мягких упаковках, в морозилке по нескольку упаковок замораживали. Ну, так же творог. Разморозится, сделаю запеканку. И все, в самом конце уже туда закидываем тогда уже изю. Все это перемешиваем. Пока я готовила, мне пришла смска, девочки, что мне на почту пришла посылочка из Илланова. В общем, у меня время ужина. Я уже хочу, мне уже не терпится все это дело попробовать. Всем доброе утро, девочки мои. Начинаю новый влог. Встала я сегодня пораньше, проснулась, но я выспалась хорошо. И вот сейчас пью кофе, думаю, надо же приготовить зельц по-домашнему. Я вчера еще поставила размораживать свои голяшки. Но вчера мне было не до этого. Вчера мои планы все вот так перевернулись. Я вчера аж расстроилась. У меня вчера видео вышло, конкурс с утра. И вот я уже зашла посмотреть в комментарии там, все ли там в порядке где-то через час. И как понеслось там, что ссылки все удаляются. Но, извините, девочки, удаляются они дневною. Это не моя вина. Вот. Ну, проследила я три часа. Я пытаюсь, чтобы эти ссылки все прошли. Потому что я там уже позаходила все настройки. Отпустила все, которые у меня там были, какие-то установки, фильтры. Все отпустила, все разрешила. Но все равно они как бы заходили. Я только увижу эту ссылку. Потом она раз и исчезает. Ну, вот такие правила. Это уже немного установлено. Что делать? Пришлось мне правила условия конкурса менять. Ну, в общем, все это у меня был такой, знаете, взрыв мозга. И я перенервничала, переволновалась. И понимала, что вы тоже там сидите за компьютером, пытаетесь эти ссылки мне поскидывать. Вот. Ну, условия пришлось поменять. В общем, ничего страшного. Я думаю, что все будет нормально. Ну, в общем, пока я сидела за компьютером, конечно, время потеряно. Я уже потом понимала, мне вечером в садик надо идти. И, в общем, я там готовить еще собиралась. Вот то, что сейчас буду готовить. И я уже поняла, что у меня уже и голова разболилась. В общем, настроение куда-то ушло. В общем, я решила, что... А, у меня еще видео выводилось с утра. Выводилось видео. Я как раз параллельно с конкурсом сняла видеоблог. И оно мне вывелось. И там что-то не так. Пришлось мне выводить его заново. В общем, короче говоря, я вчера просидела полдня за компьютером. Время было потеряно. Сегодня я решила за компьютером не сидеть. Сегодня внучки у меня не будет вечером. Там Наташа сегодня забирает ее с садика. Так что я сегодня буду готовить. Буду делать то, что я запланировала. Мои дела никуда не деваются. Они стоят на месте. В общем, я хочу приготовить сейчас зельц с утра пораньше. Поставить его в мультиварку вариться на 5 часов. Зельц этот я уже готовила. Не помню, когда очень давно. Но я посмотрела там плейлист. И там видео называется «Зельц по-домашнему». Там отдельное видео. Оно там подробненько снято. Поэтому, если кто найдет это видео, можете там посмотреть. Но я думаю, во влоге интереснее. Потому что во влоге я помимо того, что готовлю, я еще одновременно и болтаю с вами. Мне такой формат больше нравится. Потому что у меня все-таки не кулинарный канал. Кулинарный канал, там коротесенько и по существу. Что, что, какие ингредиенты, покидал и все. А я в тот момент, пока я там что-то кидаю, что-то режу, я еще в этот момент люблю с вами поболтать. Поэтому в виде влога, в общем, во влогах я люблю готовить. Но я думаю, многим из вас такой формат тоже больше нравится. Вот. Короче говоря, буду готовить я по тому же самому рецепту. И просто недавно я взяла колбасу. Одну взяла колбасу из своих любимых. Вторую взяла колбасу из своих любимых. Сервелат. Финский я люблю с салями. Финский люблю с можжевельником. Какие-то еще там другие колбасы. Но все как-то вот не то. Что-то все хуже и хуже делают на вкус колбасы. Просто удовольствия не получаешь. Не могу найти такую колбасу, чтобы она мне прям нравилась, нравилась. И непонятно, что эту колбасу туда кладут. А тут, по крайней мере, уже я знаю, что я беру, допустим, голяшки, беру свиные. Кто-то может, допустим, там свиноговяжий сделать. Можно туда еще какое-то мясо там любимое положить. Но сама по себе свинина, она же имеет вот эту вот кожуру, которая вот она дает холодцовый такой вот эффект. В общем, короче говоря, я делаю из свиных голяшек. Мне свиные голяшки нравятся. И зельц мне из них очень-очень тогда понравился. Поэтому я повторю этот рецептик сейчас. И вместо колбаски зельц домашний буду кушать. Горчичка у меня уже куплена, она у меня уже ждет. Вот, поэтому давайте сейчас уже приступим. Сейчас вот это заложим на 5 часов. И потом уже я смогу заняться другими делами. Что нам понадобится для зельца домашнего? Вот такие две у меня прекрасные рульки. Ну, две рульки, они бывают, вытягивают там от двух до двух с половиной килограмм. У меня где-то 2-300 примерно получилось. Вот, дальше нам понадобится приправа к мясу, прованские травы. Или бывает с травами приправа к мясу. Ну, у меня вот она как бы отдельно. Три столовые ложки нам нужно будет соли. Ну, у меня соль вкусная, можно адыгейскую, можно обычную соль. 10-15-20 вот примерно горошков. Перец, перец горошек. 4-5 лавровых листиков. Чеснок и желатин. Это нужно будет нам уже потом, попозже. И где-то 2 средние морковки, 1 большая луковица. Ну, вот так, примерно так. Вот, сейчас все будем подготавливать. Так, морковку я порезала вот такими вот крупными кусками, вот такими. И сейчас я положу луковицу, оставляю целую. Луковицу положим сюда и переложим сюда морковку везде. Так, отправляю сюда лавровый листик. Тоже. Черный горошек сюда кидаем. Теперь я положу, так как у меня 2 ингредиента, положу я по чайной ложке, ну, прям по большой такой, вот сверху чайную ложку, приправу к мясу. Она не помешает совершенно никак вкусу. Прованские травы. И, кстати, если у кого-то есть гвоздика, 4-5 штучек гвоздичек можно кинуть. Вот, прованские травы сюда покидаем. Хорошо. Уже пахнет хорошо все. Так, и 3 столовые ложки. Можно даже 3,5, ну, смотря какие ложки. 3-4 даже можно. Соль берет хорошо. Соль берет хорошо и она не соленая получается. Ну, я 3 ложки кладу, вот так даже без верха. Пересыпем солью. Соль тут с травочками тоже хорошенькая. Соль. Все. Все, и зальем водичкой по верхнюю отметку. Все, вот такая красота у меня получилась. Закрываем крышкой. И я поставила режим холодец на 5 часов. Еще решила приготовить манную кашу. Вот у меня литр молока. И, кстати, молоко это я брала коровье с машины. В общем, готовлю я сегодня нон-стоп. Пока у меня молоко стоит на плите, я жду, пока закипит, беру я манку. Значит, на литр молока я беру 2 столовые ложки. Вот такие вот. 2, но даже не полные 3. Вот такие вот без верха, не полные 3 ложки. Этого прям достаточно. Я не люблю, когда сильно густая каша получается. Ну и на это количество столовую ложку, не полную, вот так вот. Даже где-то пол столовой ложки примерно с сахара. Ну и чуть-чуть, чуть-чуть немножечко соли. Я прям сюда ее вот так вот насыплю. Чуть-чуть вот так. Все, хватит. Вот эту смесь я приготовила. И как только молоко будет закипать, я ее засыплю потихонечку. И варится минут 5. Вот такую кашку я люблю. И внучка тоже такую любит. А еще я поставила размораживаться полкило творога. Творог, вообще молоко тоже можно замораживать. Оно дольше хранится в морозилке. Это у меня еще по старинке. Когда раньше был дефицит, молоко брали в мягких упаковках, в морозилке по нескольку упаковок замораживали. Ну, так же творог. Разморозится, сделаю запеканку. Ну, вот такой густоты каша у меня получилась манная. Но обычно я даже еще жижи люблю. Ну, это нормально. Все, она уже настоялась. Сейчас позавтракаю. Ну, вот, девочки, наконец-то и рассвет. Рассвело уже. На улице плюс 2 или 3 градуса. Прохладненько. Но солнечное, ветра нету. А это классно, это радует. Ой, замечательное утро такое. Пол девятого утра уже. Ну, что, продолжим нашу готовку. В общем, у меня там еще зельс готовится. 2,44 еще осталось времени. И у меня уже разморозился творог. Вот такой рассыпчатый получается. Так, и что значит нам нужно туда? Это на полкило творога. Я беру четверть стакана молока и четверть стакана манки. Манки. Ну, манку в молоко или молоко в манку не имеет значения. Засыпаем, чтобы оно немножко настоялось. Так, это я сейчас размешаю. Манки, кстати говоря, четверть стакана, это ровно 2 столовые ложки, без горки получается. Также 2 столовые ложки, без горки, также четверть стакана, получается сюда сахара. Но если творог кислый, сахара можно сделать больше. Так, все. И вот это я сейчас размешаю, чтобы оно, манка, чтобы оно смочилось, пропиталось. Ну, можно минут 5 дать постоять, чтобы оно набухло. Дальше я взяла изюм. Изюм берите, сколько вам нравится. Я его залила немножко водичкой, чтобы он тоже немножечко подразбух. Ну, минут 10 пускай постоим. Так, значит, что? Чуть-чуть соли. Ну, соли немножко я так вот на глаз посыплю и все. И возьмем одно яйцо. На полкило одного яйца хватит. Так. Немножечко добавить надо туда кефир или сметану, или йогурт такой обычный, простой. Чтобы было немножко немножко жидковатое тесто, чтобы было. Так. Ну, манку, в принципе, долго настаивать не обязательно. Она все равно там разбухнет. Она во влаге все равно разбухнет. Так, я ее сюда отправлял уже. Так, теперь я вот это все перемешаю и дам ему еще немножко постоять. Как раз пока у меня разбухнет изюм, еще есть время. Чуть-чуть оно еще постоит. Оно не должно быть сухим. Самое главное. Ну, девочки, я уже эту запеканку делаю, не знаю, в сотый раз, наверное. Она всегда вкусная получается. И вы уже, наверное, наизусть знаете, как ее надо делать, да? Поэтому сильно долго я не буду тут ее показывать. Можно обычную сметану добавить. У меня, кстати, есть сметана еще домашняя, такая, как сливки. Я, может быть, даже ложечку положу сюда, но она жирная. Если кто-то на диете, то ложите сметану постную. А тогда лучше даже вообще не сметану ложить, а вот йогурт у него там 3%, да? Или кефир там 2,5%. В общем, не знаю, сколько процентов этот творог. Я его брала с машины, но чем жирнее творог, тем вкуснее. Но все равно хотя бы там 2,5% жирности надо, чтобы было. Иначе он будет, ну, как бы не очень вкусный, эта запеканка. А с 9% еще лучше получается. Ну, этот творог, по-моему, он не очень жирный. Ну, так в средней жирности. Так, пусть чуть-чуть еще постоит. Творог у меня, он разморозился, но он еще холодный. Надо, чтобы он уже был комнатной температуры. Я вчера еще взяла с машины вот такую вот домашнюю сметану. Вот она, вот видите, такая тягучая. И я вот немножечко этой домашней сметаны хочу туда еще положить. Я раньше ее никогда туда не ложила, но мне интересно попробовать. Я думаю, что она вкус не испортит, а только придаст еще вкусности побольше, еще вкуснее. Так, одну ложечку надо в рот положить. М-м-м, очень вкусная. Все, это уберем пока. Ну, все, девочки, постояло немножечко, творог немножко постоял. Вот он уже совсем растаял. И вот такая вот должна быть консистенция, чтобы он не был слишком сухим. Комочки надо обязательно все раздавить. Я иногда, бывает, их давлю топталкой для пюре с дырочками. Очень быстро, удобно получается. Ну, сейчас просто ложкой подавила. Так, и еще ванилинчик надо туда добавить. Я лично очень люблю, когда ванилинчик там есть. Вот. Тогда он пахнет ванилином, так вкусно получается. Когда печется, уже запах хороший такой идет. Вот. И все. В самом конце уже туда закидываем тогда уже изюм. Все это перемешиваем. И смесь готова. Все положили. Все равно еще попадаются где-то комочки. Вроде все раздавили. Так. Все. Готово. Смесь у меня готова. Я уже включила духовку. Разогреваться на 180 градусов. Выпекать буду минут 40-50. Но я обычно смотрю, если корочка сверху подрумянилась, я беру на полкило, вот такая формочка, фикс прайс собрала, очень удобная. Немножечко сливочного масла сюда кинула. И надо смазать ее сливочным маслом, чтобы не прилипало. Она тогда хорошо отстает. Вот эта запеканка наша. Так. Донышко обязательно. И с боков чуть-чуть. Все. Готово. Готово. Форма готова. Теперь выкладываем сюда вот эту смесь. Вот эта форма на полкило, она нормально идет. Для килограмма творога у меня форма другая, побольше. Тогда у меня просто такая моя форма постоянная. А эту использовала и выбросила нормально. Все. Готово. Консистенция вот эта нормальная. Самое то, что нужно. И все. Вот так ложечкой разровнять, чтобы было ровненько. Ну и все. Минут через 40 я уже буду поглядывать. Даже минут через 30-35 уже надо поглядывать. Как только корочка подрумянится, запеканка уже готова. Все. Отлично. Отправляем в духовку. Все. Запеканочка у меня готова. Она у меня готовилась около часа где-то. А сейчас нужно дождаться, пока она остынет. И только потом резать. Иначе она развалится. Вышла я, девочки, на улицу. Ой, такая прелестная погода. Это вообще солнышко светит. Вообще классно отсвечивает от домов. Плюс 3 градуса. Ветра нету. Просто здорово, замечательно. А я иду на почту. Пока я готовила, мне пришла смс к девочке, что мне на почту пришла посылочка из Иваново. Вот. И я решила время зря не терять. Мне до почты недалеко дойти. Сейчас я посылочку заберу. И буду подготавливаться с съемком. Но съемки уже у меня будут завтра. Я так надеюсь, что завтра у меня будет свободный день. И будут съемки уже с примерочкой, посылочкой. Все будет завтра. Вот я люблю, когда такая погода классная. Когда нету ветра, и солнышко светит. Ну, радость прямо на душе. Такая душа поет у меня. Сейчас запою. Шучу. Ой, классно. Как раз прогуляюсь заодно по воздушку. Хорошо-то как. Хорошо. Солнышко светит. Я тут, конечно, щурюсь иду. Хочется сфоткаться, но не получится. Красивые фотки у меня. А я что-то тут затянула. Не так-то уж и холодно. Ну, потому что не поддувает ветер. Можно чуть-чуть даже расправить. Воротник. Сейчас на почту зайду. Там, как всегда, жара. Там пока постоишь, даже хотя бы 5 минут, уже оттуда мокрая выходишь. Ну, это в любом помещении сейчас. Очень жарко везде. Ну, а что делать? Как деваться? Какое мне нравится. Прямо солнышко. Прелесть. Так, ну все. Я уже рядышком. Все, девочки мои. Забрала я посылочку. Вот такая большая у меня посылочка. Что я там такое заказала? Любопытно? Да, но потерпите. Знаете попозже. Ух, классно. Классно. Погодка хорошенькая. Быстро очень. Прямо я зашла на почту. Никакой очереди. Ничего. Так удобно сейчас придумали. Вот этот код. Раз. Все. Две минуты я вышла. Не успела даже там никак. Никак не успела там копарить. Все, быстрее, быстрее, скорее домой. Все, девочки, я пришла домой. Уже осталось 15 минут до конца готовки. Скоро будем мясо разделывать. В общем, пока я прошлась, купила еще себе фруктов. Виноград кишмиш, мандаринки, хорма две штучки и груша. И вот такая вот чурчхева. Три штучки взяла на пробу. Вот. Ну, это не только себе. Внучка зайдет, придет, будет, чем угостить ее. Для внучки тоже всегда. Что-нибудь беру. Так, осталось две минуты до конца. Ну, давайте заглянем, пока кипит. Посмотрим, что у нас там. Ух ты! Красота какая, девочки. Чудненько, чудненько. Ладно, выключится. И будем ждать, пока остынет. Мясо надо вытащить и подождать, пока остынет, прежде чем его разделывать. Я уже вот тут подготовила такие формочки. Взяла бутылку, отрезала верхушку. И отсылка вот взяла тоже вот такой вот тропак, отрезала верхушку. Ну, вот этого мне должно хватить. Вполне должно хватить. Так, ну что, продолжим. Галяшки я вытащила. Они у меня уже остыли. Косточки я повынимала. И мясо вот так вот порвала на такие вот крупные вот кусочки. Так, теперь дальше. Чеснок я выдавила. Ну, 4-5 зубочков я выдавила сюда чеснок. И бульончик я налила в стакан. Ну, чуть меньше стакана. Дальше. Если у вас желатин такой крупный, обычно, можно в стакане его растворить, а потом процедить и налить сюда. А если вот у меня такой желатин, который быстро растворяется, чайную ложку, можно вот так вот просто посыпать. И все. Можно и сделать так. Так, теперь чеснок сюда отправляю. Дальше я процеживаю сюда бульона в стакан. Все, и теперь тщательно все перемешать. Все перемешала. Теперь можно накладывать формочку в одну и в другую. Две формочки я подготовила. Накладываем. Чуть-чуть можно так постукивать, она как раз потрясется. Можно ложечку чуть-чуть подавить. Так. Она готова. Все остальное я выкладываю сюда. Ну вот и все. Постучали, утрамбовали. Все нормально уселось. И вот получилось у меня сколько. Вот здесь у меня досюда получается. Вот видите, да? Ну и здесь видите. Здесь чуть-чуть выше. Вот такой объем получается. Это вот будет зельс. Сейчас он еще чуть-чуть тепленький. Немножко сейчас постоит еще. Капельку еще остынет. И я поставлю в холодильник на 10-12 часов. И потом можно будет разрезать формочку. Но я, может быть, сегодня еще это разрежу, покажу. Одну какую-нибудь. Разрезать формочку. Можно нарезать. Она застынет и будет приотличненько. Все. Вот такая отрелись у нас получилась. Я еще решила чуть-чуть прикрыть вот так вот пакетиками. Для того, чтобы не сильно в холодильнике был такой чесночный запах. Потому что плотно сильно не хочу закрывать. Но в то же время, чтобы немножко запах оставался там внутри. Ну как-то так вот. Девочки, уже остыла моя запеканочка. Запеканочка вкусная. Я вот кусочек поела уже с изюмчиком. Все. Хочу вам сказать, что если у вас будет возможность, допустим, не замораживать творог, то лучше запеканку, если сравнить, из одинакового творога, все-таки не замороженный творог получается получше. Он более связный. Вот этот после заморозки, он более рассыпчатый. Вот сейчас я его резала. И он как бы рассыпается. Вот. Или, может быть, я еще смазала, маловато смазала маслом. В формочку немножко она прилипла тут к формочке. Вот. Ну, это все ерунда. На самом деле, просто на вкус, конечно, вкусная запеканка отличная получается. Но эту форму я потом выбрала в суп. Поэтому можно ее, в общем-то, и поломать как угодно. Вот. Ну, а в любом случае запеканка отличная. Ну что, девочки, давайте попробуем. Попробуем. Хотя прошло всего только 6 часов, как оно у меня в холодильнике стоит. Ну, довольно уже так застывшее все. Я вижу, что застывшее. В общем, у меня время ужина. Я уже хочу, мне уже не терпится все это дело попробовать. Да и видео пора уже завершать. Поэтому режем, режем. Так. Да, вроде застыло, я смотрю, все. Так. Ну, а что тут у нас так плохо режется? Вот так. Все. О, застывший такой нормальный, нормальный такой зельц. О, какая грелесть. Так, ну что. Режем. Хорошо все режется. Все, правда, застыло. 6 часов вполне достаточно. Отрежу несколько кусочков. Соседку еще обещала угостить, чтобы она попробовала. Мой рецептик. Смотрите, какая красота. Сейчас на хлебушек и с горчичкой. Просто, просто, просто. Прелесть. Сейчас покажу вам поближе. Вот такая красота получилась. Вот такая вкуснота. Девочка, пахнет очень вкусно. Ой, сейчас на ужин прям поем бутербродики с этим зельцем и с горчичкой. Ну вот и все, мои хорошие. Все, мое видео подходит к концу. Я попробовала зельц. Вот такой отличный получился. И соли, кстати говоря, нормально. Прям вот в тетелька в тетельку. Если кто-то любит недосоленое, можете чуть-чуть меньше посолить. А если кто-то в меру соль любит, именно вот как по магазинному солить, да, то там то, что нужно. И имейте в виду, когда вы кладете соль адыгейскую, вот если вы просто крупную, обычную, может быть, крупную соль кладете, да, то ее получается чуть больше, а мелкая соль, ее тогда чуть-чуть можно струсить. И вот горочку поменьше сделать и все. Но у меня, слава богу, не пересолено. Все вот так вот прекрасно, все отлично. И, в общем-то, я с удовольствием буду теперь вместо колбаски вот этот вот зельц кушать. Вот все, мои хорошие. Сегодня был очень длинный день, а на завтра у меня уже ждет посылочка. Завтра мне уже другое видео нужно снимать. А это видео я заканчиваю. С вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok